Я давал священническую присягу, в которой есть слова о послушании священноначалию. Вообще христианство, оно патриархальное. Нравится кому это или не нравится. Да ладно, не кипишу, да ладно, я все решу. Женщины, дайте мужчинам шанс стать мужчинами. Львян, садись за руль на машину, едь сейчас в Москву, зайди в тот дом, зайди в квартиру, не стучайся, и там тебя ждет сундук золотом. Люблю вас, держитесь, Украина. Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Приветствую и вас, отец Геннадий. Это наш 17 выпуск. Впервые так долго не выходил наш репортаж. Целых две недели не было выпуска. Кстати, батюшка, елка уже, может, пора ела. Пусть до марта стоит, как у любой нормальной нашей семьи. Или что? Или святки закончились. Закончились, значит, тогда что? Опа, все. Вопрос у нас был, да, там... В комментариях люди спрашивают, что это вы, значит, выпуск не выпускаете и не рассказываете нам, почему не выпускаете. Не думайте, что мы пошли в запой, и там, сколько сала наелись и мяса, что не можем двигаться, продвинуться на запись. Просто я ездил на сессию в Херсонский государственном педагогическом университете, где я преподаю у студентов историю философии, религиоведения, историю религий. Была зимняя сессия в Ялте. Я потому не сильно афишировал, потому что, ну, нас даже просят в целях безопасности. Вы знаете, какие припадочные, так сказать, вот эти гуры, шмуры и так далее. Поэтому я об этом не сообщал заранее, что туда еду, уже после этого сообщаю. К тому же, ну, приняв экзамены, зачеты у наших студентов, факультет культуры и искусства, кстати, очень хорошая была сессия, все. Но об этом подробнее можно посмотреть у меня в прошлой трансляции, стриме. Я об этом рассказывал более подробно. Заезжали мы в Херсонскую область, в Скадовске были, ну, ехали потом, думаю, еще сломались возле Славянска на Кубани. Короче, было очень весело и насыщенно эти дни. И из-за того, что отец Ольвиян остался здесь, а я уехал туда, мы сделали такой небольшой перерыв. Это не связано ни с какими загулами, ни с какими там просто, а, надо нам отдохнуть. Ну вот, да, там же в комментариях люди спрашивают, типа, а что они скажете, куда, что было. Вот кто следит за телеграм-каналом отца Геннадия, он там подробно все и в фотографиях, и в видео. И даже когда искал, кто ему поможет, откликнется в Славянске на Кубани, все это было практически в режиме реального времени. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, там больше лайков. Да, хочу поблагодарить, очень хочу поблагодарить отца Михаила Сипанкова, который откликнулся, я в нашем чате священническом выложил просьбу помочь. Он сразу откликнулся, дал мне номер телефона отца пресс-секретаря Новороссийской епархии, отца Алексея. Тоже его благодарю, который тоже моментально откликнулся и связал меня с благочинным Славянска на Кубани. Папа прям как мафия, да, сеть. В каждом городе есть войну. То есть буквально в течение, вот после того, как отец Михаил откликнулся, буквально в течение, наверное, минут 15 вопрос был решен с нашей перевозкой в Славянск на Кубани на СТО. Там, конечно, СТО не очень. Извините, ребята, но вы, ну, не очень, скажем так. Но, тем не менее, они нам помогли туда вот добраться, потому что мы стояли перед городом в степи и что делать дальше они могли понять. Очень благодарен тем, кто помог нам и финансово, которые вот пока мы ехали на этом эвакуаторе, люди кидали деньги на, то есть, ну, значительную сумму того, что я заплатил за этот самый, за эвакуатор, дали наши подписчики. Я просто был в шоке. Я никогда вот не обращался в таких вот ситуациях к людям. И вот обратился, и вот такая волна отзывчивости, волна такой помощи идет. Ну, я даже написал в телеграм-канале у себя, что я ощутил себя, что Бог с нами, и мы все вместе вокруг Бога. Поэтому вот это было очень непередаваемое ощущение. Нужно было сломаться для того, чтобы вот это тоже понять. Ну, вот такая вот новость эстонца намерена выдворить митрополита Таллинского и эстонского Евгения. Его вид на жительство истекает 6 февраля. И вот, цитата, «Государство приняло решение отказать продлению вида на жительство, поскольку решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшееся ему ранее предупреждение, заявил руководитель бюро пограничной охраны Пихехской префектуры Индрек Ару». Это цитата по пост Таллинского. Какой-то чиновник заявил, да? Так, короче, какой-то чиновник. Ну, пограничная охрана. Дело в том, что, как бы, вроде бы, это мелочь, какая-то Пихехехская префектура, но эстония это тоже мелочь, извините, сама по себе. Поэтому там чиновник, один чиновник заявил, это уже громко. Это в России чиновник заявил. Не, ну, в любом случае, значит, это официальная позиция, что они его выдворяют, не продлевают ему видножительство. Вот. Что вы поэтому, потому что я знаю, вы подробно осветили у себя на Телеграм-канале этот вопрос. Да, для меня личность Владыки Евгения очень, я его очень сильно уважаю. Так получилось, что в Московской Духовной Академии я учился как раз в период его ректорства, и священником сослужил ему, будучи аспирантом Московской Духовной Академии. Этот человек действительно был таким достойнейшим архиереем, примером настоящего русского архиерея. И что самое интересное, сейчас я живу в доме... Я хотел спросить, это не он, да? Да, где в свое время, будучи ректором Ставропольской Духовной Семинарии, не такой уж большой продолжительный период времени, но жил Владыка Евгений. Я не знаю, как будут дальше развиваться события. Это, скорее всего, выдворят, раз уж заявили, тут уже до 6 февраля осталось недолго. Что дальше решить Синод, непонятно. В принципе, в наш цифровой век Владыка Феодосий Черкасский показал, что епархию можно управлять и дистанционно, тем более, что у него там есть викарии, то есть даже если кого-то рукоположить надо. Возможно, он так и останется правящим архиереем Таллинской и Эстонской епархии в изгнании. Возможно, Синод для того, чтобы все-таки удобнее было управлять епархией кого-то из местных, значит, именно сами православные жители Эстонии, священнослужители Эстонии, проголосовали за то, чтобы их правящим архиереем был Владыка Евгений. То есть это в том числе пощечина не только лично Владыке Евгению, не в Москве, а именно своим местным коренным православным эстонцам со стороны эстонской же власти. Архимандрит Кирилл Говорон окончательно лишен Сана. У многих появится вопрос, кто такой архимандрит Кирилл Говорон. Подробнее я в своем телеграмм много раз об этом писал. В двух словах это бывший клирик московской епархии, и сам украинец, который сейчас делает все для того, чтобы хотя бы вербально, хотя бы на словах навредить России, русскому миру. Он там ему все виноваты, начиная от Андрея Рублева даже, всеми известными русскими людьми, все ему плохие, потому что они пропагандировали русский мир. И вообще самая страшная аресть его в глазах – это русский мир. Ну так вот, патриарх Кирилл Лишин сана архимандрита Кирилла Говорона сообщается на сайте Московской епархии Русской полосной церкви. «Настоящим на основании решения пархиального церковного суда Московская епархия 31 октября 1923 года вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила святых апостолов», говорится в указе патриарха Московского Исиаруси. Ну что тут сказать? Ну его лишили на основании сана, на основании 25 апостольского правила, это клятва преступления. Но, в общем-то, там большой список, то есть это не единственная причина, по которой его можно было и нужно было лишить сана. Он уже давно сослужил с раскольниками, с подсобушниками, что тоже является не меньшим основанием для лишения сана. И теперь получается, что когда монаха лишают сана, монашство за ним остаётся. Потому что что такое монашство? Монашство – это клятва, что ты будешь хранить девство, своё мудрее послушание. Ну, с послушанием у него явно не получается, про остальное я не знаю. Но монахом он остаётся. Про остальное скажет Соня Кошкина. Я не знаю, кто это. А не знаете, когда он в ВВЦС работал в этом самом... Он переписывался, он... Это редактор газет... Как это называется? Левый берег. Сайт, газеты и так далее. Издание украинское. Соня Кошкина, её редактор. Она сейчас часто берёт интервью этого Серёжи Думенко. Это глава... Который называет себя... Как он называется, Серёжа Думенко? Ну, Митрополит Эпифаний. Эпифаний. Уже у меня, так сказать, деменция сарческая, забываю. Вот. И когда он был там, он... Кирилл туда сливал информацию. Притом сливал он сам ещё писал статьи под выдуманным... Глеб Коваленко. Глеб Коваленко под псевдонимом. И Соня это публиковал, и он с Соней переписывался. И даже вот... Тогда же взломали были... Как узнали, что это всё? Зломали ящик его. И вся переписка вылезла наверх, где он предлагал Соне архимандрит. Предлагал Соне Кошкиной съездить там где-то в тропики на отдых, на пляжу поваляться и так далее. Ну, и... Ну, натурал в наш срок. Это уже хорошо. Про целомудренность, про целомудренность его расскажет Соня Кошкина. Вот, о чём я хотел сказать. Ну, у нас ещё один полный, так сказать, лишение сана. Церковный суд принял решение лишения сана пратерея Алексея Уминского. В тексте решения отмечается, что на основании правила 25-го святых апостола пратерея Алексея Уминский подлежит извержению священного сана на нарушение священнической присяги, для этого преступления, отказа от исполнения патриаршего областновения читать музыку Святой Руси за Божественной Литургией. В отличие от Говоруна, решение сана особого резонанса, ну, кроме развода этих вот помоечных, ПЦУшных, там, этих самых... И сам Говору не расстроился, он говорит, меня поздравляют друзья. Понятно. Вот. То по поводу решения сана пратерея Алексея Уминского, это вызвало резонанс, там куча подписей, правда, насколько улеглись, даже владыку Саву туда внесли, за него подписались и так далее. Но, тем не менее, это вызвало резонанс, начали все говорить, как так можно, это политически и так далее. Я хочу сказать, знаете, я до принятия сана, мне, кто знает, в Херсонской области, я был очень, так сказать, ну, не то что бунтарем, но таким вот, который не давал спуску никому. Я заходил, ногами двери открывал кабинеты властных этих самых, они все шкиль идут, все лучше, как говорится, себе дешевле с ним нормально пообщаться и помочь, если это самое. А когда я принимал сан, я понимал, что вот этот вот мой бунтарский дух, революционный, придется его полностью смирить и стать в полном послушании священноначалью, в полном. Я это осознавал, и я на это пошел. И сейчас, если архиеремия что-то говорит, «Делай так или не делай так, я подчиняюсь беспрекословно, потому что я давал священническую присягу, в которой есть слова о послушании священноначалию». Если патриарх дает благословение читать эту молитву за богослужением, значит, я согласен с этим, не согласен с этим, я как священник, давший присягу, я должен это выполнять. Потом можешь себе в конце богослужения и прочитать молитву о мире, если тебе так уж хочется. Вот. Ну, никто себе не запрещает, послужи молебен после литургии и прочитай эту молитву. Но в тот момент, в том, где сказал патриарх, мы должны это делать. И если я этого не делаю, значит, я нарушаю клятву. Все. Понимаете, как бы мы там ни говорили, что хороший уминский, плохой уминский, он нарушил присягу священническую. Мало того, ему дали ли возможность присутствовать на суде и свою позицию защитить? Его три раза приглашали. Три раза приглашали. Ну, как положено по канонам, три раза приглашали. Он не явился. Ну, значит, он тоже не ценит свой священнический сан. Ну, тоже я хочу, наверное, многое сказать по поводу отца Алексея Минского, потому что многие возмущались, в том числе и блогеры, и моей оппозиции. Я считаю, что я устраиваю против него травлю. Знаете, в какой-то мере, наверное, к сожалению, это или не к сожалению, я принял непосредственное участие в том, что отца Алексея Минского лишь Александра. Дело в том, что вряд ли церковный суд смотрит его эфиры из Венедиктова. Видео уже было выложено давно, там валялось какое-то время, резонанса не вызывало. Я его посмотрел, то, что меня удивило, я вырезал, опубликовал у себя в блоге. У меня в блоге уже посмотрел Роман Голованов, разместил это, она показала это по телеканалу Спас, и уже через телевидение тоже такой резонанс. Так вот, кто стоил в основе всего этого. И вот уже потом вся эта история, уже Владыка Петерин Творогов, потом Камин, ну и потом уже был резонанс по поводу этого и дошло до решения Шана. Я начну с подписей. Во-первых, по поводу качества этих подписей. Да, там, скорее всего, есть люди, которые, ну все-таки он много лет в Москве прослужил, есть люди, которые его любят, может даже не за политические взгляды, а как яркого проповедника, которые ходили в этот фрам, исповедовались, причащались. Но качество этих подписей, там свободная форма, можешь писать, что хочешь, публиковать, хоть Дарт Вейдер может написать, что я Дарт Вейдер, я там за него, хоть Патриарх Кирилл можно написать, вот когда... Люфси Фер. Да, кто-то взял, написал, что он архиепископ Савва Татунов, даже не так написал, он написал там Сергей Татунов, архиепископ РПЦ, ну явно, что Владыка. Владыке Саве пришлось все в блоге опубликовать, что это вранье, то есть там явный подлог. Ну и там вообще интересный список, К. Собчак, христианка, священник Александр Кухта, думаю, ты-то тут каким боком, ты какое отношение вообще к Русской полостной церкви имеешь? Кухта, уходя, уходи, как говорится, предал церковь, и тут еще зауминского. Ну вот, это по поводу качества. Батюшка имеет право говорить, потому что именно Кухта ему обещал, говорил, что никогда в раскол не уйдет, да, в личном беседе, говорил он. Ну да, да. Так что он и может ему сказать такой, что тот и такой. Я думаю, что лишение сана ему самому даже больше нужно, он это специально провоцирует. Своим поведением это подчеркивает, игнорированием суда и вообще вот этим всем. Почему? Потому что знающие московские священники, которые точно в курсе дел, говорят, что вот эта его недвижимость в Италии, которая у него с тему, дал Ходорковский за услугу, за вот прошлые свои вот эти либеральные выходки. Он такой, то есть, что нужно уминскому? Сейчас стать сакральной жертвой, показать, что вот злое московский патриархат меня лишил сана. И потом уже уехать в Европу не просто как один из русских понаехавших, релегантов, да, не просто, а вот именно как жестово, как героям. То есть, он уедет туда, скорее всего, его примем как политического репрессированного. Ему там еще какую-нибудь недвижимость подарят, деньгами обеспечат. Тут Константинобольский патриархат его примет к себе и скажет, вот это не просто батюшка, это вот исповедник, его возьмут на знамена. И он там будет жить в шоколаде или там в итальянской пасте, я не знаю, ну, короче, это я так предполагаю. Ну, это выходит из его действий, что это не случайная жертва. Знаете, если бы он действительно вот был жертвой обстоятельств, он бы пришел, сказал бы, даже сегодня, вот он хоть сана, суд и принял решение лишить его сана, но патриарх дает ему время на покаяние и не подписал еще указ о лишении его сана. То есть он еще не лишен сана, он еще священник, пока указа нет, он еще священник. И даже сегодня он может покаяться публично или там перед священноначальем. И есть возможность, что если это был просто какой-то порыв спонтанный, необдуманная мысль, его простят, у нас вообще прощают людей. Одного только Кураева патриарха два года ждал после уже решения суда. Его простят, и он может быть опять так же будет где-то служить как священник. Но он этого не хочет. И он всем своим видом покажет, и это ему не надо. И поэтому он ни разу не жертва, а человек, который сознательно идет на конфликт. Дай Бог, чтобы я ошибался. Не то, что я ему хочу зла, я буду искренне рад, если я ошибаюсь, если у Мински покаяться, если он придет к патриарху, обратиться через свой блог, Тринити Чурч называется у него, не Чурч, а Чурч, у него русский вук, написано Чурч. Покаяться искренне и будет служить дальше в Москве. Слава Богу, если так будет. Но что-то я, если честно, очень сильно сомневаюсь. Архиепископ Крита заявил, что наши объятия открыты для геев. То есть, вот, архиепископ Критский Евгений заявил, что у нас нет никаких опасений по поводу гомосексуальных людей. Наши объятия открыты для этих людей. Потому что они, наши братья и сестры, люди, у которых просто другая сексуальная ориентация. Вот и все. И в целом у него была там большая речь, которая вот как бы, ну не то, чтобы прямо говорю, что мы сейчас пойдем геев венчать, но очень сильно на это намекает, что типа, ну ребят, ну подумаешь, ничего такого страшного там и нет. И наши объятия открыты для этих людей. Знаете, я так подумал, что не то, что сослужить божественную литургию, а просто ночевать в одном доме, я бы побоялся с человеком, который заявляет, что его объятия открыты для таких людей. Пусть его объятия там с ними и остаются, мне таких объятий спасибо не надо. Вот. Это то, что касается архиепископа Критского Евгения. А если вот серьезно, то, к сожалению, вот у нас сейчас разорвано евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, потому что они признали раскольников украинских ПЦУ. Но мне кажется, что даже если бы не было всей этой украинской истории, рано или поздно мы бы пришли к разрыву общения с ними, потому что то, что Константинополь пропагандирует в последнее время, а архиепископ Крита это очень большой человек в Константинопольском патриархате, это то, что несовместимо с христианством. И разорвать общение нам бы, видимо, пришлось рано или поздно. Что-то должно случиться, или полностью сменится все руководство Константинопольского патриархата, оккупировавшее греческую часть церкви, или они ведут вообще не в ту сторону, явно не ко Христу. Они постепенно принимают решение, прямо противоречащее Евангелию, уже не первый раз, и это точно уже несовместимо с православием. Мы сейчас переходим к рубрике «Спорный вопрос», где мы отвечаем на комментарии, которые оставляют, оставляете вы, подписчики, или просто кто-то заблудившийся под моими короткими шортами, вот, короткими видео. Вот, несколько комментариев выбрал наш модератор, и сейчас вот будем отвечать на них. Что означает слова апостола Павла «Жена, да, боится мужа?» В основном части женской аудитории не понравился ответ отца Геннадия. «Как это я буду послушаться мужу?» «У меня есть кому послушаться, родителям, но не сверстнику. Если не держать его в узде, он на шею сядет. Если бы я послушалась мужа, то жила бы в палатке под мостом». Примерно такие были комментарии под первым видео. Ну, я сразу тоже прокомментирую, наверное. Во-первых, да, жена добавится своего мужа, это из Библии, и послушание мужа, оно изложено в Священном Писании. Вообще, христианство, оно патриархальное. Нравится кому это или не нравится. И в тот момент, когда супруги вступают в брак, то Христос говорит, что уже не двое, но одна плоть. То есть, с этого момента для жены более близкого человека, чем муж, нет. С точки зрения канона, в нулевая степень родства. То есть, это даже не родственник, это одна плоть. А родители уже дальше. Родители – это первая степень родства. Так что, муж уже с этого момента на первом месте. Точно так же для мужа жена на первом месте родители подальше чуть-чуть и конечно о том что ну вот почему мозг должен быть лидером семье наверное женщины со мной тоже согласятся если не отпишите в комментариях что каждой женщине хочется быть браке как за каменной стеной чтобы человек на которого можно положиться и а положиться опереться можно только что-то твердое если вот этот стул кресло на котором я сижу было ватным я бы уже был на земле ну вот я опираюсь от него таким уж должен быть опорой значит должно быть некое сопротивление это не значит он должен быть тираном абьюзером что он должен как-то ее ломать об колено или еще что то нет это знать что он в трудной ситуации может сказать ты не переживай я все возьму на себя как там современная молодежь поет да ладно не кипишу и да ладно я все решу вот в этом смысле он должен быть лидером главой и по и конечно для этого нужно ему делегировать какую-то часть своих полномочий вот поначалу да может быть девушке не нравится вот она звонит подружка и он говорит люсь ты не представляешь мое слово доме закон я скажи ему сбегая за шампанским он бежит за шампанским я говорю он принесет суши он несет суши и поначалу классно когда у нее муж подкаблучник папа начал может быть не нравится она в какой-то момент она ему говорит власть какой нам кружок нашего сына отдать мальчика может быть мы его на вязание запишем ну да может быть на вязание а может все таки на бальные танцы такое ну да может быть на бальные танцы давай я тебя хочу ответ ну как бы и вот он привык на него все делегировать всю ответственность и она сама будет от этого страдать а если мужчина лидер если он берет на себя ответственность то отдай ты ему эту полномочия будешь ты с ним счастлива и господня попусти того что ты будешь жить в палатке ну в конце концов то же самое его выбрала сама за него замужем что значит ну не такой уж эти плохой выбор надеюсь для чего то что его выбрал да я абсолютно с этим согласен и это имел ввиду тоже что когда говорил о том что нужно нужно по стране женщины дайте мужчинам шанс стать мужчинами вся проблема в чем вы приходите начинаете вот говорит она вот вот если бы не я то дось бы жили в шалаше да потому что вы мужа своего загнали под плинтус нам так легче я сижу лежу себе там а напади топор на руби дров пошел на руби дров там опять лежу все а вы решаете все нам нет нет если вы дадите мужикам своим ощутить свою ответственность перед семьей да то он зашевелится он начнет это делать знаете как есть такая народная мудрость да что муж голова жена шея в этом есть своя какая-то самая но но и шея не та которая у нас сильно крутит этой головой а которая где-то вот у вас же есть масса женских так сказать секретиков которыми вы можете ибо мужу подготовить вот вы хотите этого чтобы так было да но не приказать а вот так делайте хитренько чтобы он решил что это он принял такое решение и он это сделал сам и тогда у вас получится вот и вы получаете выигрыша оба и таким образом готовясь вы делая своего мужа мужика вы действительно станете вот за каменной стеной будет все вопросы принимать он будет чувствовать эту ответственность а нет он будет или просто валяться с бутылкой пива перед телевизором или же сопьется потому что мужики которые именно от этого спиваются потому что он он не реализовал себя как мог как мужчина вот о чем я говорил ну и добавлю к этому до однажды мужчина послушал женщину и его во втором видео был вопрос можно ли предохраняться от беременности на что я ответил что супруги которые предохраняются сопротивляется промыслу божьему комментарии были таковыми запрещены только абортивные средства остальные на усмотрение супруга в наше время работы бюджетником не прокормишь 10 детей прививки тоже не надеяние на бога в случае болезни врача тоже не свать предохраняться нужно чтобы дети вырастали в семьях где есть деньги и возможности во всяком случае это лучше чем аборты ну возможно конечно это лучше чем аборты вы очевидно не вникали в слова которые говорил что предохранение от беременности это сопротивление промыслу божьему бог вообще-то первая заповедь человека человека было людям дана первая заповедь да плодитесь и размножайтесь первое вот сделал людей сказал плодитесь и размножайтесь плодитесь это двое детей размножайтесь это трое и больше какие могут быть вопросы вы хотите поспорить с богом у меня уже прям не терпится рассказать истории сейчас расскажете вот поэтому когда варите прививки это прививки сюда приводите случай болезни врача тоже не за лучшие болезни врача зовите но если промысел божий чтобы человек умер никакой врач не поможет промысел божий чтобы человек выздоровел или вы молитвами вымолили его то врачи помогут и так далее то есть все это сделают вы понимаете что нам замысел божий чтобы нас было много людей чтобы мы размножались и плодились а этому отмены не было поэтому такое его дело а вот эти разговоры чтобы дети вырастали в семья где есть деньги и возможности вырастает ну бывает и благочестивые вырастают бывают 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 я не говорю но очень много мы знаем примеров этих мажоров которые такие извините и я знаю семьи где вот ну вот оба пили муж и жена пили а детей было там что-то 5 или 6 или что такое их пытались лишить родительских права там приезжали детей забирать дети там бросались они очень любили папу и маму бросались на этих кто приезжал с работников все мы с папой и мамой будем оставаться и так далее прошло время там папа и мама спились уже окончательно да я не знаю живы они сейчас или нет дети его сейчас у меня подписчик это было они со мной здороваются мы вас помним они соседи были наши там недалеко жили от нас все выросли прекрасные стали семьянинами жизнь вышли замуж девушка там я спрашиваю братья братья женились все ну как не спились когда вы как говорят то там может быть нет они будут живут нормальные стали граждане ну нужно было бы их тогда так сказать аборт или что такое заставить этих родителей зачем я же хочу истории рассказать тоже хотите ну рассказывать во первых по поводу количества детей вот я раньше был настоятелем селе капустин яр георгиевском храме там была одна женщина наша друженица и сейчас кажется 96 лет я могу ошибаться она в добром здраве до сих пор на коленках рос вас там полы помыла там воду натаскала вот она была по моим 22 семье семья была огромная и эта семья была в годы великой отечественной войны столько детей было она расскажет что ее брат один из когда-то там достал капусту где-то он ее значит съел у него выпало такое счастье сесть кочан капусты и этом горького как бы так же а как бы так каждый день 50 питаться так и жить можно то есть человек был счастлив что у него выпала возможность есть капусту просто без ничего сырую вот вот тем не менее 22 ребенка вот это мария федоровна достойнейший человек тоже воспитала вот у нее дочка к нам ходит в храм тоже террой служил стала врачу медиком по образованию тогда то есть не считаю не помогла быть не помешала быть достойными порядочными людьми не помешала марь федоровне дожить до 96 и более того смотрю две недели не думаю на не заболела мы из за 90 уже добра потом появилась карималь федоровна вы где были к сестре ездила к старшей куда может соседние село там саратов ого одна ездили в саратов за 90 лет и одна ночью она старшая наш не приедет и уже тяжело горю вам не тяжело в саратов 1 ехать на чё там в поезде сидишь-то сидишь вот так что беднота мы сейчас рожаем мало не потому что вы условия жизни стали хуже намного лучше тем тех поколений а просто потому что мы не верим в бога не верим насчет вот как вы рассказываете что беспризорные тогда я знаю одного парня у него отец пропал мать пила он шатался по улицам беспризорный воровал там металл был на учете в полиции еще школьником вас там понимал что силу еды себе не найдет ему никто не даст и вот он в 12 лет там сам всех а потом его какая-то бабка выловила него пробегающего и в храм пойдем помолимся найти пирожок в регент в храме бабушка в селе и она его как-то приютила под свое крыло и он стал в храме читать потом стал панамарий там и подьяконствовать стал священником прекраснейший священник хозяйственный труженик и такой крепкий семьянин многодетный у него все прекрасно человеком стал семинарию закончил вот примера хотя он ну еще что у него не было ни денег я сам я сам в нищей семье у нас была турлучная хата это вязаная гнилась глина глина и обмазанная мы с беженцы пол земля и сверху линолеум ну даже не на линолеум толь рубероид ну то черная штука и все мы спали на в крайней нищете я родителям говорил как говорю когда мы беженцами были мама когда мы станем богатые мощный купить вот такую дыню и вот руками детскими с вами показываю такую дыню мама расплакалась потому что ребенок просьбе не у нее должна дыню денег нет вот они можете позволить дыню соседка увидела что она плачет прожил привезла нам этих дынь там и так далее мы жили в крайней нищете но это мне не помешало стать священником не спится не сколоться там ничего так что все это разговоры впустую и последнее что я скажу по этому поводу и потом заканчиваю насчет веры в бога если человек говорит что не пара кормит он не верит в бога знаете вот ветхом завете говорится авраам поверил в бога и вера отменилась ему в праведность вот говорят что на языке оригинала не в бога поверил а богу грубо говоря ответе вот там дверь вот если сейчас там будет голос какой-то кто-нибудь чуть разговаривать я буду верить что там есть человек а если мне это человек сейчас скажет голос альвиан садись за руль на машину я сейчас в москву зайди в ту ту эту дуду в дом зайди в квартиру не стучать и там тебя ждет сундук золотом вот поверю ли я ему и поеду ли я вот услышал этот голос но не факт то есть одно дело верить в то что он там есть кто-то а другое дело верить ему вот авраам верил богу доверял ему бог ему сказал возьми нож иди зарежь своего ребенка этот доверился бог плохого не пожелает моего ребенка, он больше меня его любит. Он замахнул, и ангел остановил его руку. Бог его посрамил в его вере. А мы, когда говорим, что не прокормим, а Бог говорит, что рожай, кого тебе Господь послал, мы тем самым не доверяем Богу. Вот в этом есть наше неверие. В третьем эпизоде отец Геннадий отвечал на вопрос. Человек произошел от обезьяны. Ответ был такой. Любое утверждение тогда правильное, когда его можно наблюдать в действительности, либо в эксперименте. Но и по традиции всегда есть зрители, недовольные ответом, которые писали, а как же останки древних людей? Неандертальцы. По образу какого Бога созданы? Адам с Евой прям так наблюдались. Дарвин не писал, что человек произошел от обезьян, но он писал, что у них общий предок. Окей. Но тогда Бога никто реально не видел. Ну и тогда сразу я прокомментирую. Да-да-да, хорошо. Ну, во-первых, по поводу того, что Дарвин не писал, что произошел от обезьяны. Ну, теория эволюции состоит на том, что произошло от австралопитока. Ну, слово «питок» это и есть обезьяна. В любом случае, общий предок, он обезьяноподобный, примат или обезьян. Ну, по сути, то же самое. Просто упрощение, мы все-таки разговорным, обычным языком разговариваем. Насчет неандертальцев я хочу сказать. Вот представьте сейчас, вымрет вся раса африканцев, а потом пройдет 300 лет, и какой-нибудь шибко умный ученый откопает и скажет, о, они отличаются от людей. У них другая форма черепа, у них был расширенный нос, непомерно кудрявые волосы, и вообще найдет кучу различий, чем африканцы отличаются от европейцев и вы там от азиатов. И на этом поводе решить, что это не человек, а какая-то промежуточная звена эволюции. Ну, это расизм. Вот неандертальцы, вот если взять неандертальца, побрить его, надеть на него рубашку с галстуком, вы же понимаете, что картинка с излишней шевелюрой на лице, это лишь картинка, как бы по останкам, по черепу ты не узнаешь, что у него все лицо в волосах было. Побрить, вот галстук надеть и посадить в московское метро, на него никто внимания не обратит. Ну, разве что, если он плохо себя будет ввести, кто-нибудь скажет, понаехали эти не русские. Все. Больше к нему вопросов никаких, ну, он никого-то не ужаснет. Ну, по-своему, да, но немножко он там более выдвинутые надбровные дуги и так далее. Ну, это мы можем наблюдать и на Северном Кавказе. Такие черты лица. Да, это другая раз человека, но это человек. То есть, вы говорите, что неандертальец это не до человека, но простите, у них есть места, где вот компактно проживали неандертальцы, и там такой слой пепла, что получается, что они на протяжении столетий поддерживали огонь, очаг в одном и том же месте. Но для этого нужен мозг больше, чем у обезьяны, чтобы это делать. Да, у них не было айфонов и так далее, но в это время айфонов не было ни у кого, как бы. Просто общая технологическая развитая стивилизация была на низком уровне, у них, как у всех остальных. Так что неандертальцы это люди. Питокантроп, так называемый, вот это переходящее звено, получеловек, полуобезьяна, это уже давно доказано, что была фальшивка. Там конструктор лего, одну кость от того-то, зуб там от того-то, что-то от свиньи, что-то от обезьяны, что-то от больной женщины с болезнью костей и ног и так далее. Вот собрали лего, уже давно доказанная фальсификация, тем не менее, вот в этой картинке, где они друг за другом ходят, этот питокантроп до сих пор по себе, где не торчит, хотя это явная фальсификация. То есть там получается, что вот эти все, вот когда вот картинка идет друг за другом, их останки, те, кто ближе к астралопитоку, это явные обезьяны, ну просто обезьяны. Те, которые ближе к человеку, типа они антертальцы, те явные люди. Тот, кто посередине, типа переходящий вид, его не существовало. Если бы они существовали действительно, то сейчас бы в раскопках их должны были находить не одного, а тысячи. Тысячи скелетов должны были находить. А мы же всю планету ископали, их нет. Мамонтов находят, да. Мамонтов полно находят, там динозавров находят, трилобитов находят, а этих не находят, потому что их и не было. Не было переходящего вида, не было получеловеков, полуобезьян. Были ли вымершие обезьяны, или вымершие расы людей. Да, 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 вот я, кстати, тоже хотел сказать, я рассказываю это студентам, переходного звена нет. Есть обезьяны, есть люди, все. Поэтому рассказы о происхождении, проведите эксперимент, покажите нам, как это происходило. Ну что, сейчас ученые говорят, на данный момент это невозможно. А почему? А что такое происходило тогда в атмосфере, что могли, а сейчас не могут? А по поводу Адама и Евы... Искусственно делали, взяли мух и стали под радиацией ускорять процессы всей жизни, под радиацией, чтобы все быстрее происходило. Вывели самых разных мух, с глазами, без глаз, зеленых, синих, с крыльями, без крыльев, больших, маленьких, там и так далее. Самых разных мух. Но сделать из мухи слона не получилось. Как она была мухой, так и осталась. То есть мы верим в микроэволюцию. Это может быть, что, ну, какое-то, то, что мы называем селекцией, да, что внутри вида изменений, новые сорта, новые виды и так далее. Ну, не новые виды, а новые породы. Но внутри одного вида. Но вот перехода макроэволюции из одного вида в другой, из мухи слона, из обезьяны в человека, вот этого нет. И не подтверждено ни одного случая перехода между видами. По поводу вот этого вот вопроса, что а как же, а Адам, Севай, прям так и наблюдались? Да посмотрите в зеркало. Если вы женщина, то вы Ева. Если мужчина, то Адам. То есть мы, ну, они были такими, как мы. Наблюдались, не наблюдались, но они были такими, как мы. И еще, это вопрос... Митрохондриальная Ева, она же доказана даже на уровне клеточного, что существовало, а общий предок про мать. Митрохондриальная Ева. Да, это тоже наукой, кстати, доказано. И окей, но тогда Бога никто реально не видел. Ну, видели реально. Да, люди видели Бога реально. Моисей говорил. Да, да, да. Но, да, все-таки, понимаете, опять же, когда я читаю лекции, я говорю, что это вопрос веры. Вот происхождение от Бога, это вопрос веры. Он не требует доказательств. Человек верит, ему доказательства не нужны. А вот вопрос от обезьяны, это говорят ученые, что это не вера, а это вот научно доказано. Хотя это даже не теория, а гипотеза. Если бы они называли, что это... Мы в это верим, мы не знаем, и так или нет, но и в это верим. Ну, ладно, пусть так и будет. Как одна из гипотез. Да. Но она читается в школах и везде как основная теория происхождения мира, правильно? Вот. Небольшая брошюрка есть. Голованов, автор. Не тот, который батюшка в запрет, а просто одна фамилия. Голованов. А, Головин, спасибо, да. Вот Головин, автор Головин. Книга называется «Эволюция мифа или как человек стал обезьяной». Есть в интернете, посмотрите. Прикольная брошюрка, она небольшая, за один вечер, за час можно прочитать ее. Ну и мы переходим к традиционной рубрике «Ваши комментарии». Под прошлым видео вы писали комментарии, мы выбираем из них самые интересные, те, на которые обратили внимание по какой-то причине и комментируем их. Итак, первый комментарий. Батюшка, а если молится пьяный человек, Господь его не услышит? Услышит. А разве где-то говорил, что, или мы говорили, что нельзя молиться пьяным? Ну, просто вопрос у человека. Услышит. Просто вопрос? Ну, конечно, услышит. Просто, знаете, я не признаю, когда пьяный человек приходит к священнику, а поговорить? Да, я никогда не. Я говорю, приходи по трезвому. Я всегда говорю, давай завтра встретимся, трезвый, поговорим с тобой. Не приходит на следующий день. Да, 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 да. Но молиться у меня был человек, который приходил, он и трезвый приходил, но вот когда он пьяный, он заходил, он так плакал перед иконами. Свойственно пьяный. Ну, я считал, ну, нормально, я открывал, у нас храм, после этого как обнесли, мы жили прямо, получается, разделенный, здесь дом, а здесь храм. И поставили звонок и закрывали храм. То есть, приходили люди, звонили, мы открывали, они заходили. Я всегда ему открывал, он там стоял, по полчаса он там плакал возле икон. Вот. Ну, я считаю, что Господь слышал его молитвы. Следующий комментарий. No comments. Тем не менее, это комментарий. Хоть, значит, есть коммент. Да, да, да. Ну, что ж, ну, no comments, no comments. Ну, очевидно, человек, этими словами можно выразить очень много чего, да. No comments, это как классно, нет комментариев даже, не могу ничего сказать. Или, что они там мелят, no comments. Так что вы уточняйте, где-то приписочку делайте, что это означает. Мы не можем откомментировать это. Вот заливают пропагандисты, здравомыслящие все понимают. Как хорошо, что вы здравомыслящие. А вот остальные, что-то не здравомыслящие. Знаете, как мне пишут иногда в комментариях, батюшка, не лезьте в политику. Вот сидит человек, три класса образования, да. Ну, может, выше, может, может, среднее образование, да. И священнику, который имеет несколько образований, преподаватель истории и философии, говорит, не лезьте в политику. Я-то могу, я-то разбираюсь, а ты, ну, кто ты, чего ты туда лезешь. Вот так и здесь тоже. Понимаете, вот люди думают, если человек говорит не то, что мне нравится, значит, он пропагандист. Такое клише, да. Вот никто даже не может представить. А вы заметили? Здравомыслящие не могут представить себе, что два священника собрались, практически единомышленники во всем, и просто сидят, вот между собой общаются. Ну, они то говорят, что мне хотелось бы, значит, пропагандисты. А вы заметили, что те люди, с которыми у вас совпадают взгляды, чуть умнее остальные? Да, да, да. Какой отродительный дуэт с душком высоком мере, без любви и снисхождения, как пошло прошлись по своему коллеге, отцу Алексию, нет желания не то, что подписаться, случайно снова наткнуться на них. Ну, во-первых, отец Алексий сам не стеснялся пройтись по кому-нибудь. Да. Он, например, заявил, что все российские суды, судьи, люди крайне аморального поведения, что все они продажные, и более того, он сказал, что других просто нет, то есть он все без исключения такие, а он говорит, потому что других не берут в космонавты. То есть вот он вот так вот, не зная всех судей России, говорит, что они все продажные, потому что других не берут в космонавты. Я цитирую, других не берут в космонавты, и все. То есть батюшка не стеснялся в выражениях, всех подряд оскорблял, а когда ему за это предъявили, тут видите ли, вот как так нашего старца осудили. Ну, пусть он как-то тоже к людям по-человечески относятся, наверное. Ну, мы, в принципе, хорошо проаргументировали этот вопрос, да. Ну, а раз мы вам отвратительно, но также всем же не будешь, как говорится… Не червоницам. Да, всем нравится, не будешь. Да червоницам тоже не всем нравились. Ну, не нравимся мы вам, ну… Не смотрите. Не смотрите, да и все. Мы же понимаете, мы это делаем не в погоне за подписчиками или так далее. И вот завершить хотелось бы вот таким комментариям. Рождеством Христовым, уважаемые отцы. Да укрепит вас Господь наш, Иисус Христос, своей благодатью избавит от всякого зла. Всем русским православным воинам и же с ними крепкого здоровья, мужества и терпения, раненым и больным исцеления. Люблю вас, держитесь, Украина. Спасибо Господи. Меня тоже в Телеграм часто пишут, что из Украины. Радостно, что вы нас смотрите. И разделять, потому что у меня вот ТикТок, это насколько… Дело в том, что у меня ТикТок на украинской Симке и он выдает мне украинский ТикТок. То есть, если я там уже ленту не смотрю давно, потому что там, ну, ужас, что там это самое. И вот, когда идет стрим и на ТикТоке я нахожусь. Ох, там мне прилетает, там только успеваю выворачиваться. Я даже не читаю, матушка у меня сидит, читает все вопросы, выбирает оттуда нормальные вопросы и дает мне, чтобы я на них отвечал. Вот. Но и там даже в ТикТоке находятся люди с Украины, которые пишут мне, вот, что они поддерживают меня и поддерживают, ну, скажем так, ожидают, когда СВУ закончится на границах с Польшей, где-то там. Вот, так что и это, знаете, насколько греет душу, что вот в Украине, ну, я в этом не сомневался, я всегда верил в том, что там очень много, не очень много, там большинство адекватных людей. Просто они молчат, они молчат. А в отличие от Крикунов, они всегда нормальные адекватные люди. Иговорунов. Да, иговорунов, скучились уже за вами. Вот, у нас получилось... Сейчас оператор все подрежет. Да, может быть, подрежет. Наговорили меньше, чем обычно. Вот, он будет сейчас сидеть и резать его. Но мы хотим сегодня, я хочу сегодня поздравить нашего оператора, админа и модератора с его 20-летием. Сегодня он у нас юбиляр. И поэтому желаем тебе, чтобы вот эти вот первые твои шаги, которые ты начал делать на творческом пути, чтобы это выросло в ту такую большую лестницу, по которой ты взберешься. Но не на высоты, я хочу пожелать, да, этого мирского, а на духовные высоты, чтобы тебе это пригодилось в жизни. Чего ты выходил? О, Антон, с бутылкой вина. Правда, безалкогольного, трифонопольского? Да, да, да. Ну, дорогие братья и сестры, я тоже присоединяюсь к поздравлениям Антона, рад дружбе нашей. Всем всего доброго. До встречи. До свидания.